Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева, здравствуйте Надолго ли? Водители едут на автобусах, все машут радостно, улыбаются и все счастливы На три бурнаульских транспортных маршрута вернулась компания «Агазтранс» Терпят неудобства во благо души Женщины, мужчины и дети все идут на равных условиях Тысячи верующих отправились в крестный ход в село Коробейниково На трех бурнаульских маршрутах вновь сменился пассажир-перевозчик Направление номер 33, 77 и 121 с сегодняшнего дня обслуживает компания «Агазтранс» Та, которая и работала на них 10 лет до прошлой осени В выходные в краевой столице провели конкурс Победителем назвали «Агаз», но в самой компании уверены, что на маршрут их пустили лишь на время Подробности у Анастасии Дороган Это еще не конец, уверен перевозчик скорожила «Газтранс» С сегодняшнего утра он вновь разводит три маршрута 33, 77 и 121 Он обошел в конкурсе компанию «Транслайн», работавшую на этих направлениях с марта Тем не менее, победитель не считает это точкой в истории Как нам сказали на словах, пока еще тоже этой информации нет Что выдано это все только до момента получения транслайном лицензии Здесь нам совершенно непонятно Если у транслайна истекла лицензия и комитет Для комитета наступили обстоятельства форс-мажорные Он выставляет извещения, проводит конкурс по сути своей И определяет победителя, то почему победителя выдают под каким-то условием По федеральному закону до 29 июня предприятия должны были заменить лицензии на пассажироперевозку Но у «Транслайна» возникли проблемы Ему в этом отказали из-за недостоверной информации О чем идет речь не ясно Возможно, что на конкурсный осмотр в марте фирма пригнала машины других маршрутов Барнаула и даже Бийска Или что в штате фирмы единицы, а десятки водителей официально нетрудоустроены Чтобы сегодня три маршрута не встали, город вынужденно провел новый конкурс По результатам осмотра «Ага-Странс» набрал 43,78 балла ИП Матусовича 43,50 Перевес по баллам за счет лучших качественных характеристик транспорта Предлагаемого «Ага-Странсом» для обслуживания маршрутов И это уже четвертый конкурс за год «Ага-Странс», который обслуживал три маршрута больше 10 лет Проиграл процедуру прошлой осенью И с тех пор распаривает это решение На стороне перевозчика УФАС и суд, причем последний, наложил обеспечительные меры на свидетельство «Транслайна» То есть запретил ему работать на маршрутах Но городской комитет с этим не согласен и выдает фирме временные свидетельства Между тем именно суд определит, законна ли первоначальная победа «Транслайна» прошлой осенью А пока на дороге города вернулись автобусы «Ага-Странс», а на работу сотня сотрудников На сегодняшний день получилось так, что уволила за весь этот период всего трех человек На какой срок «Ага-Странс» вернулся на маршруты, в мэрии нам не ответили Но в компании уверены, что это не последний конкурс Как минимум еще один пройдет после завершения суда Чехарда со смены перевозчиков может продлиться до января Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком Мы будем следить за развитием событий Кстати, 1 июля в России, как и на Алтае, вступили в силу ряд нововведений Которые повлияют так или иначе на жизнь каждого из нас К примеру, увеличатся цены на бензин и услуги ЖКХ Подробнее о новшествах расскажет Андрей Дреер С 1 июля для жителей края снова вырастут цены на газ Об этом сообщило управление по тарифам Рост цен на этот коммунальный ресурс с 1 июля 2019 года составит до 1,7% В зависимости от направления газопровода Так, для потребителей бийской ветки цена составит 7 рублей 57 копеек за 1 кубический метр Для остальных жителей края определили цену в 6 рублей 45 копеек за кубометр Снова подорожают и остальные коммунальные услуги С этого дня на 2,4% проиндексирована плата за воду, электроэнергию и прочее Это уже второе за год повышение цен на коммунальные ресурсы Первое было в январе Еще одно нововведение с этого дня вступают в силу новые правила кредитования Например, с 1 июля кредитные организации не смогут устанавливать процентную ставку Для потребительского кредита свыше 1% в день Раньше предел составлял 1,5% И одно из главных нововведений в претенденты на рост цен привычно возвращается бензин 1 июля заканчивается соглашение о заморозке цен между федеральным правительством и нефтяными компаниями Теперь, как уверены эксперты, цены сдерживать нечем А вот факторов роста много У нас два раза в год растут ЖД-тарифы, электроэнергия Соответственно, все операционные расходы по всем видам товаров, они растут Может понизиться только в одном случае Если снизятся налоги, либо акцизы Акцизы и налоги в следующем году тоже пойдут вверх Вновь заморозить цены на бензин может только правительство Но чиновники этого пока не планируют Андрей Дреер, День с толком А еще 1 июля в Барнауле, как и по всей стране, отмечают День ветеранов боевых действий Это дань уважения тем, кому с оружием в руках пришлось защищать интересы нашей страны И памяти тех, кто погиб при исполнении своего воинского долга Наша съемочная группа встретилась с теми, кто совсем не против, чтобы праздник наконец приобрел статус официального Эта семейная пара особенная Николай и Ирина Воронько Оба военные и оба ветераны На двоих у них 50 лет службы Познакомились, когда Николай был простым рядовым и служил почтальоном при штабе Тогда и решили разделить все тяготы военной службы вместе Я никогда, за сколько его командировок, я его ни разу не провожала Никогда, вот была такая традиция, не знаю, никогда Встречать каждый раз, но не провожать Николай Воронько начал свой боевой путь в 23 в Азербайджане Сразу после военного училища География его боевых действий обширна Армения, Таджикистан, Дагестан, Чечня В общей сложности 23 командировки Имеет множество наград О войне вспоминает с тоской В жизни Сергея Лаврова война также оставила неизгладимый след Он потерял друга и сослуживца Вместе учились в Барнаульском летном Оба мечтали о профессии летчика с детства Да, как училище закончили, мы так попали вместе в Калинов Я у него даже свидетелем был, вторым свидетелем на свадьбе Потом в Афган вместе поехали, только мы в разных эскадрилях с ним служили Я был в первой эскадриле, он во второй эскадриле Их пути развела война Сейчас Сергей кавалер трех орденов Красной Звезды После Афгана были и другие горячие точки Чечня, Таджикистан Но годы, проведенные в Афганистане Стали точкой отсчета его славного боевого будущего Сегодня Сергей Лавров и семья Воронько В тесном кругу почтут память погибших Собственно, праздник так и появился в календаре 1 июля несколько активных ветеранов Решили собираться вместе, чтобы вспоминать своих боевых товарищей В Барнауле пока официальных мероприятий по случаю праздника не проводят Но, возможно, желание ветеранов присвоить празднику официальный статус В ближайшие годы станет реальностью Илья Кочетков, Антон Васильев, Александр Антропов День с толком А это уже давняя традиция Более тысячи православных жителей края вышли в крестный ход Отправились в село Коробейниково, усть Пристаньского района Чтобы поклониться главной алтайской святыне Казанской иконе Божией Матери До финальной точки маршрута они доберутся в ближайшую субботу Как признаются верующие, они выдвигаются в путь, чтобы страдать и терпеть неудобства во благо своей души Считается, что в строю крестного хода каждая молитва должна быть услышана Всего за шесть дней паломники пройдут более 250 километров В основном пешком, пожарив дождь и по бездорожью Женщины, мужчины и дети все идут на равных условиях Причем не только женщины и дети Идут инвалиды, а некоторые матеря идут чуть ли не с годовалыми детенышами И у многих остается впечатление после крестного хода Как будто они были не на земле, а где-то на небе Как обычному человеку это понятие бывать или я не знаю Потому что это надо пережить Кстати, в крестном ходе многие находят свою любовь Два года назад Александр Девятых встретил там свою будущую жену Тогда за эту пару молился весь крестный ход Сейчас супруги ждут уже второго ребенка Продолжим 80 тонн напитков, 25 тысяч посетителей Это все о нем Фестиваль Алтайфест в Алтайском крае пользуется большой популярностью Не только у жителей нашего региона, но и у гостей Москва, Мурманск, Камчатска На фестиваль едут гости со всей страны Как в этом году он прошел, расскажет Дарья Эдемиллер Сегодня в окрестностях села Новотырышкино Алтайфест Это известный фестиваль напитков И здесь, пожалуй, так много людей, что в соседнем Белокурихе, наверное, просто пустые улицы Давайте посмотрим, что здесь есть Музыка Поехали! Конкурсы для детей и взрослых А наши болельщики поддерживают Душевная атмосфера Ну, хотела бы сказать, что вернулись, потому что требовали массы Ведь не просто так этот фестиваль был национальным событием российского масштаба в 2017 году Не просто так в этом году этот фестиваль, по мнению, по исследованиям Торстар Он занимает пятое место по популярности среди туристов, которые бронируют места заранее На фестивале для гостей открыты три больших павильона В каждом из них завод и производители развлекают гостей по-своему ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз на Алтайфесте? Первый раз, да, сегодня, да И как впечатление? Вообще космос, я в шоке Почему? Да классно же! Гренки, люди, очень много людей Мама, я в телевизоре Это как-то повышает такую активность людей Здесь много встречается каких-то талантов Ну и просто это кайф для души В общем, развлечения здесь на любой вкус Ровно так же, как и напитков Организаторы говорят, что только за первый час пришло 3000 человек и 16 собак До конца фестиваля еще несколько часов и число гостей не ограничивается Дарья Демиллер, Андрей Печеркин, День с толком А еще на Алтайфесте гостей развлекали трус, балбесы бывалые Они зашли в гости на хуторок, организованный пиво безалгокольным комбинатом Шульгинский В павильоне, где продают напитки Шульгинского, неизменно очередь Аниматоры развлекают детей, а на площадке под открытым небом почти нет свободных мест Гостей привлекала не только интересная программа, но и качественная продукция Комбинат Шульгинский участвует в Алтайфесте уже в шестой раз За это время успел завоевать доверие у жителей края В этом году все то, что было представлено на конкурсе, все получило высшую награду, гран-при То есть вода наша, свежесть Алтая, опять же мы ее предоставляли и она у нас получила золото Мы сосредоточены на качестве, даем пробовать, даем, чтобы наш потребитель, особенно потребитель алтайского края Узнали, попробовали и были в курсе того, что производится на алтайской земле Кстати, вода, свежесть Алтая получила в этом году статус плюс 100 к здоровью Также Шульгинский комбинат заключил договор с Китаем Теперь и жители Поднебесной смогут оценить по достоинству алтайские напитки До встречи!